Что же нужно сделать с менеджером по продажам, с этими людьми, для того чтобы они продавали лучше, больше, качественнее, причем те товарные группы по отношению к тем клиентам, которые нам больше всего интересны. По мотивации. Очень важно ответить для себя на вопрос, насколько схема материальной мотивации понятна вашим людям, и самое главное, как вы считаете, насколько эта схема материальной мотивации соответствует… Мы с вами в процессе сформулировали сейчас три подзадачи типы клиентов, ассортиментная матрица и, самая главная задача, объем. Насколько эта материальная мотивация стойко поддерживает вот эти вот одну главную цель и две, так скажем, второстепенные цели. Насколько мотивация понятна, насколько ваши менеджеры по продажам понимают, что они должны сделать в отношении каких клиентов, с какими продуктами, чтобы заработать ту или иную сумму денег. Это первое. Второе. Насколько вообще эта мотивация рабочая по отношению к менеджерам по продажам? Потому что бывает, что мотивация неплохая, но состав отдела продаж, я бы так сказал, разный. Обучение. Вы знаете, с точки зрения обучения людей, учить, не учить, насколько учить? Вот вообще извечный такой вопрос в кризис. Нужно ли мне тратить время и силы на то, чтобы научить менеджеров по продажам? А кто вам сказал, что учить обязательно нужно инвестировать какие-то средства? Сейчас встречаю огромное количество примеров, когда тот же самый руководитель раскладывает для себя процесс движения или последствия движения клиенту процесс продаж на определенный этап, на определенные итерации, сам садится с людьми и начинает с ними по кусочкам проходить. То есть, когда мы учим людей, что мы хотим добиться? Мы хотим сформировать у них некий такой набор знаний и навыков, которые работают в отношении клиента, чтобы у них было наиболее оптимальное поведение. Правильно? И не всегда вам нужен человек со стороны, чтобы это оптимальное поведение у менеджера по продажам сформировать. Никакой человек со стороны не научит вас, вашего менеджера, ассортименту. Никакой человек со стороны не объяснит вашему менеджеру по продажам, какие приоритеты с точки зрения работы с разными типами клиентов. Человек со стороны может объяснить только технику продаж, ну, рассказать, показать, помочь. Но две-то первые вещи. Это в большей степени ваше прерогатива, как руководители, показать, рассказать и, может быть, научить. Очень часто обучение бывает такое, что даже среди опытных, среди существующих людей, ну, знаете, как бы взрыхлить еще раз вот эту почву, приободрить людей, напомнить. Ребята, слушайте, да, отлично, работаем, вот мы по такому-то алгоритму. Хорошо, давайте-ка вспомним. Знаете, великолепно. Кто знает совсем хорошо, поделится опытом с теми, кто знает, ну, может быть, чуточку хуже. Кто знает чуточку хуже, впитает в себя эти глыбы знаний. А в общем-то получится некий такой синергический или гетический. Поправь. Синергетический эффект, то есть сложение нескольких векторов даст увеличение продаж. С точки зрения обучения, очень интересную ситуацию, совсем недавно наблюдал, рассказывал, да, вот пример строительная компания, не строительная компания, компания-продавец строим материалов. Да, выделили фокусный ассортимент, произвели реструктуризацию отдела продаж. Но самое главное, они вгрызлись в поставщиков. Говорят, ребят, не будем продавать вашу кровлю, пока вот не объясните нашим ребятам, чем ваша кровля хороша, почему клиент должен переплачивать на 20% больше, почему она служит дольше и вообще как ее продавать. Знаете, сработало. Почему? Потому что вроде бы все опытные, все бывалые, но когда возникает конкретная аргументация, а почему это? А почему это дороже стоит? А почему мне это брать? А почему мне это не брать? Это мог сформулировать на самом деле в большей степени только поставщик. Ну, правильно я бы так сказал поставщик. Или же внутри в компании у себя тоже разобрать. Итак, программа обучения. Нужно, не нужно. Система контроля. Хотите увеличить продажи, есть два варианта, два направления. С одной стороны ничего не менять, с другой стороны усилить частоту и увеличить количество точек контроля по определенным параметрам. Сколько клиентов у тебя было взаимодействие, цель этого взаимодействия, какие промежуточные результаты, к чему ты идешь. Слушай, ну, контроль за работой это тоже палка о двух концах, так скажем. Если у вас долгие комплексные продажи, то усиление контроля очень часто ведет к появлению большого числа мелких сделок. Ну, почти пропадают средние или крупные сделки. Да, здесь для себя нужно определиться с форматом этого контроля, нужно это или нет. И насколько изменение системы контроля приведет к увеличению продаж частоты.